всем привет всем привет до туристов этих инопланет инопланетян в смысле иностранцев значит сегодня 18 июня 2012 года мы пытаемся начать наш поход по белоруссии но ввиду короче того что дизель приехал немножечко за украинскую таможню нам приходится к ней теперь по асфальту возвращаться причем вдвоем с алексеем осем елена это еще двое участников похода вообще на халяву сейчас прокатятся на дизеле может на халяву может еще за отдельную плату вот по вот этой вот железной дороге а кстати семафоре сигнал наверное мы им сейчас помогаем ручкой и вот наша команда снова вся в сборе мы наконец-то едем в сторону белоруссии они от нее ура мы прошли украинскую таможню наконец-то до песок на наших лицах не отпечатался сапоги товарища сержанта на наших попах да но это все потому что с нами лена ехала они не хотели не хотели нам грубить присутствие дам вот едем на белорусскую таможню увидимся в белоруссии мая белоруссия люблю тебя мая белоруссия мая белоруссия и отстывается Беларусь, милая моя, сердце отзывается каждого из нас. Беларусь, красавица, наступил твой час. Моя Беларусь. Счастлива, счастлива, счастлива во пути. Украина нам побажала счастливой дороги, типа сказали, нехай счастить. Счастлива, меня не обойти. После таможни мы приехали вот в эту точку под названием Переход Хода. Но это капитал-шоу по чудес Переход Хода. Или так называемый зеро в рулетке. А Беларусь там будем? А Беларусь там будем, потому что там мы уже были. Там было что? Украина Ридла. Правильно. Теперь мы въезжаем в Беларусь. Не мусоришь дома, не сари на дороге. Кстати, действительно, нет мусора без дороги. И дороги ровные. Мы явно где-то не в Украине. Верно, потому что мы где? Мы в Беларуси. Нас четыре человека. Приветствуйте сегодня, 18 июня. Если вы не верите, здесь еще и 12-го года. Если вы не верите, что мы в Беларуси, то смотрите. Беларусь. Правильно. Родина батьки и ежи с ним. А вот наши велосипедисты. Да, Полтава добралась. Полтава добралась. Это против солнца. Их плохо видно, потому что Викс не снимает. А если Викс снимает, значит все. Значит, Алексей отдыхает. Алексей отдыхает, разводит руками, не знает, что делать. Он пошел спать. Мы прошли кучу таможен, но об этом вы, наверное, уже знаете. А впереди нас ждет 7 незабываемых дней похода. Все, в общем, мы помчали. Пожелайте нам удачи. Деньги. Бежли мы миллионеры. Деньги, вы миллионеры. Мы миллионеры. Мы миллионеры. Мы миллионеры. Итак, заехал в Беларусь, вот я уже говорил, мы стали миллионерами. Но, мы не знаем, где потратить наш миллион. Представляете, в Беларуси большая проблема. Есть миллион, но негде его потратить. Мы заехали в этот универсом, а у него переучет. у них тут белков союз какой-то райков поэтому поедем дальше искать где потратить наш миллион срочное включение срочное включение спасибо леня она сходила позвонить и поэтому мы дождались открытия этого магазина иначе мы уехали и не купили бы старо жидный квас вот с акцизной марочкой где-то напитки написано йогуртики клубника живое и мороженое когда вы помните еще было мороженое в лимонной глазурь помните это было очень давно 37 процентов кефир перед въездом в мазовский район мы заезжаем на родничок здесь лесу есть классный оборудованный родничок с вкуснейшей водичкой есть куда выкинуть мусор есть где спрятаться от солнышка не все об конечно еще знают видать да тут видать еще сказывается эхо от украинской границы близости к ней а здесь ведется заседание клуба что где когда вот 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 Вкуснейшая вода, ничего займа. И так, как вы поняли, мы уже прибыли в Калинка, причем давно прибыли, уже купили билеты в общий вагон, еще не знаем, что это себе представляет. Но узнаем после 10 часов вечка. А пока что Сём занимается сбором велика, упаковочкой велика. Кто-то помогает, да, морально поддерживает. А мы тем временем с Алексеем пойдем на паровозик. Алексей, тебе интересно узнать вообще, когда поставили вот сюда поезд, паровоз? Да, хотелось бы это узнать. Я думаю, что еще, наверное, в конце 19 века, да, кажется, судя по его так виду, наверное, где-то так. В начале 20-го, конца 19-го, да? Когда вышел фильм «Назад. Будущее», там такой же был паровоз. О, действительно. В третьей части. Да, Эммит Браун еще там внутри сидит. Вот, да, собака. На самом деле, на самом деле, этот памятник поставлен не так давно, 23 июля 2007 года. И он приурочен, это, между прочим, было к 125-летию Полевской железной дороги. Вот так-то. А как его сюда уже поставили, это уже… Это уже другая история. Это уже другая история. Читайте интернет. А насчет поездов мы таких еще увидим очень много, когда будем в Бресте. Там целый музей железной дороги. Минск. Мой родной дом, моя отчина. На этом саге моей жизни не окончено. Не важно, сколько будет пройдено мной путей. Я все равно вернусь к родине своей. Минск. Мой родной дом, моя отчина. На этом саге моей жизни не окончено. Не важно, сколько будет пройдено мной путей. Я все равно вернусь к родине своей. Возвращаясь из поездок домой в Край родной. Минск. 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 понимаете мы сейчас в Минске это коренные белорусы они приехали себе на историческую родину Минск славится наличием велодорожек вот примерно одна из них и таких здесь очень много в Минске есть детская железная дорога вот смотрите вагончики такие ну мы хотели конечно поехать но видать туда велики чуть-чуть не влезут внутрь но прикольная тема походу можно куда-то уехать в какое-то заслоново а не в заслоновом мы находимся значит можно уехать в сосновый бор я думаю мы на великах быстрее в сосновый бор доберемся видите тут даже есть вокзал вазал билетные кассы вот смотрите что там внутри в вагоне как сиденье как в дизель поезде пригородном сообщении вот а вот техники один из техников а это национальная белорусская библиотека зачетная библиотека сюда даже просто так хочется сходить не то чтобы почитать книгу самого-самого доброго на митских улицах любовь тусуется девчонки белыми чуганами рисуются всем митский сбор все позабудется все вяжет спать и все когда нибудь разбудится на минских улицах тепло и уютно на минских улицах всегда будет утро все будет можно все станет нужно все будет очень хорошо потому что минска то я это ты у меня это жизни моей прописка минска то я это имя меня и моя фамилия минске мы находимся на станции столбце а то значит что что это значит это значит это значит это значит это значит что мы едем на мир а потом на нет сначала по пути нам надо узнать где можно купить хавчик на ужин и на завтрак короче мы заныкались под мостом только выехали за столбцы и сразу нас накрыло но нам еще не пришли концы потому что мы нашли мост иначе нам точно пришли мокрые концы очень дождь еще продержится так полдня то наверное мы тут останемся жить так Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Так что у вас осталось совсем немножко времени, чтобы еще успеть на халяву посетить такое замечательное место ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я прошел школу скаута Скаута? Знакомьтесь, скаут Алексей Ладно Я умею разжигать костер без спичек Без спичек? Да, с помощью зажигалки и бензина Серьезная подготовка Такие люди нам нужны Нет, это не крылья черного дракона Это сушится наша палатка После того, как она ночью набрала конденсатор Сегодня 20 июня И мы занимаемся тем, чтобы собрать и высушить наши палатки И даже не догадываемся, как сыграла наша сборная Да, и поэтому нас это очень радует Потому что мы не хотим лишний раз расстраиваться Зато мы сейчас позавтракаем А кто-то уже и позавтракал Так, 20 июня Мы еще не спешим удаляться с Несвежа С Несвежа не удаляемся Потому что мы решили скупаться Наконец-то впервые во всем нашем походе Значит, я пригласил своих друзей Вову и Алексея себе в поместье Я им показал свое поместье Да, не плохой, домик такой Отличное поместье Там в одной комнате есть аквариум Где плавает маленький бегемотик А в другом маленькая золотая рыбка Которая выполняет все наши желания Так, определитесь, кто из вас бегемотик А кто золотая рыбка А где Лена? Лена осторожит велосипеды Да, это, кстати, о велосипедах мы забыли Ладно, мы пребываем дальше в наших ваннах Всем пока Превращение Викс превратился в Сема Ё, в натуре часы теперь у меня есть Круто О, теперь это твой замок Твое поместье Мой замок, как там, сказка про кого? Маркиза, Маркиза, Маркиза Карабаса У нас сказка про Сема Ну все, Ленка, поздравляю Вы теперь живете в этом поместье Классно! До утра До утра, далеко, ты в моих руках Я тебе построю замок, замок из песка Вновь придешь ты ко мне, без тебя тоска Я тебе построю замок, замок из песка Я тебе построю замок, замок из песка Опять от нас сбежала последняя электричка Да, это электричка Опять пошпала? Куда пошпала? А, нет Сегодня мы уже не пошпала Это из другой песни Это вчера было пошпала А сегодня мы уже все На этой электричке мы прощаемся С железнодорожным транспортом В республике Беларусь И едем на Беловежскую пущу Опять от меня сбежала Последняя электричка И я пошпала Опять пошпала Домой друг Домой по привычке 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 гелокешинг гелокешинг который алексей сейчас покажет где находится под мостом а мне приходится вот так жертвовать собой вступать в воду смотрите где он давай доставай ну открывай будем открывать под мостом а что у нас там так здесь есть магнит могилёв и здесь какой-то блокнотик а ну блокнотик наверно это тот который будем запись тут больше ничего нет сейчас я ни штучков сюда по закидываю побольше так все посетили на геокеш взяли оттуда такой вот могилёв потому что больше ничего не было вообще никто его еще не посещал судя по всему потому что и записи не было положили туда глобус и ракушку привезенную снимок я вижу реки леса и озера бескрайние золотые поля огонь закатов и тихие зори мы находимся с вами возле каменецкой оборонно-старожевой башни основана на владимиром голынским далеком тринадцатом веке еще называется эта башня белая вежа сюда и название близлежащей пущей беловежская пуща куда мы с друзьями сейчас поедем окрою сердце смотрите как пьется мою любовь силой не удержать она как воздух как небо как солнце это навсегда это не отнять мая беларусь я люблю тебя мая беларусь милая моя сердце отзывается каждого из нас беларусь красавица наступил твой час вот мы и прибыли беловежскую пущу немножко умолились конечно сегодня проехали больше ста километров поэтому и уже вечереет поэтому время отдыхать чтобы отдохнуть переночевать мы по своему обычаю хотели стать палатками но на территории беловежской пущи это не является возможным поэтому мы решили прибегнуть к гостиничному комплексу который находится на территории беловежской пущи пройдя на ресепшн мы узнали что самый дешевый номер здесь стоит 400 тысяч за двоих человек двухместный номер но мы решили отказаться от завтрашнего завтрака и это нам помогло удешевить нашу ночевку на целых пятьдесят тысяч нас разместили в гостинице номер три сейчас покажу что представляют апартаменты вот смотри всем пришел к нам за хлебом наверное он голодный ты шо голодный я не голодный но кушать хлеб но хлеба я возьму я думаю вы в гостинице уже все все видели такого вы еще не видели никогда пойдете видите у нас тут душ 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 а что у нас души правильно варится кашка кашка варится ночью почему вы тут спросите в душ по всем правилам пожарной безопасности гостинице газовую горелку можно оставить только в душе потому что если шо я сразу можно вот этим вот этой установкой нехитрой потушить и все так что мы ничего не нарушаем варим кашку и все потом будем обедать у нас тут хавчика стол для приготовления хавчика 22 июня мы выспались наелись занимаемся сборкой велосипедов и готовимся в недалекий путь к деду морозу правильно к деду морозу да да вы не ошиблись именно летом самый длинный день года мы отправляемся к деду морозу итак мы начали свое большое путешествие по беловежской пущи значит большое путешествие первые две точки прошли красный дуб который на самом деле оказался зеленый и береза с головой зубра которые чтобы понять что голова зубра надо немножечко это выпить наверно вот тут мешает автобусы понимаете я на самом деле запретил вот этим автобусом здесь ездить заповедный напев заповедная дам прибыли мы к третьей точке дуб отшельник зари свет над миром стоющий мне понятна твоя беловежская пуща беловежская пуща беловежская пуща здесь забытый давно наш родительский кровь и услышав порой голос предка отзовущий а это четвертая достопримечательность в кавычках достопримечательность болото татарское погно в общем в болоте ничего интересного нет вам честно скажу едем дальше пятой достопримечательностью беловежской пущи на маршруте большое путешествие есть урочище как видите здесь более светлый лес казалось бы более молодой но давно в тридцатых годах двадцатого века здесь произошел большой пожар и здесь засадили новыми саженцами все вот в этом все и достопримечательность итак следующую достопримечательность мы пропустили потому что жук караед он нам не сильно интересен который заставляет погибать местные сосны мы приближаемся следующий достопримечательности значит узкоколейка бывшая когда-то здесь построена германцами еще протяженностью 325 километров но я осталось намного меньше на ее месте построили асфальтные дороги в общем когда-то была железная дорога узкоколейка а теперь вот узкая асфальтка узкая асфальтка мы едем по дальше к следующей нашей точке высоких берем свое сердце согрел унесу я с собой утешение живущим твой заветный напел среди леса среди пуще мы заехали вот такую гущу это деревня ляцки не путать не путать с другим плохим словом ляцки от слова пуща ну примерно понятно да а дальше будет пляска и озеро и ловежская пуща вот мы и приехали к следующей достопримечательности беловежская пуща ляцкое озеро беловежская пуща В общем, дальше мы хотели удрать на этой лодке Пересечь границу с Польшей Но потом забыли, что мы не взяли визы шенгенские Вещи не взяли В общем, остается только клевать придорожную траву Чем и занимается сейчас Алексей Ну что, вкусная земляничка? Подытожив данную местность на наличии вкусной землянички Неправильно была указана достопримечательность местная Это достопримечательность на самом деле не в озере В том, что тут очень много земляники И смотрите, какая близкость к дороге, по которой практически никто не ездит То есть приезжай себе и кушай Ответа вкусной землянички мы едем дальше А дальше мы посетим Дуб Патриарх Сосну Долгожитель Ну и, конечно же, поместье Деда Мороза Вот, это внуки Деда Мороза Да-да-да Выходи в Дедушка Мороз! Мы едем к тебе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, наконец мы добрались до поместья Деда Мороза Куда мы сейчас и въезжаем Новый год к нам мчится Скоро всё случится Сбудется, что снится Что опять нас обланут, ничего не дадут Ждать уже недолго Скоро будет ёлка Только мало толка Если Дед Морозу песню Дед Меху пою А ну что у тебя там? Разные, со шкварочками, с черничкой, с кубничной А что это такое прозрачненькое? Пущанское Дед Мороз, мы пьем сантиметр, да? Дед Мороз, мы пьем сантиметр, да? Возле поместья Деда Мороза Выезжая с него Есть геокеш Он должен быть, судя по фотографии В этом пне Где-то здесь Причём координаты ввели не на него Есть? Угу Ой, какой он закише Закисший, однако Но доставай Не бойся У кого руки голые? Давай, у меня О, ты Ооо Ого Хороший кеш Хороший кеш Скрываемся Скрыли У нас есть тут Мегазубр Вон белорусский зубр Вон белорусский зубр Эти серёжки с зайцами Зайцовские серёжки Дональдаки Круто Это диски Ну, глохно все понятно И суперклей О, ещё одна белорусская пуща Ну, в принципе, я и не сомневался, что тут будет Такого рода все фишки по поводу белорусской пущи С каньонов южноукраинских в Белочку Имя-то не да, на велосипеде 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 Так мы А не, вот были только одни Так, и глобус А берём Вот такой вот значочек В апреле был 30 апреля Взяли компас И белорус Положили магнит белорусская пуща 30 апреля этого года были? Да Ну, и Значок зубр А вот мы их и забрали Ну, отличненько Ранее магнит Вот он Магнит, а мы взяли другой Ясненько В общем, всё Тайник найден Дед Мороз почти подсвели И всё Едем дальше Посетив резиденцию Деда Мороза Теперь мы едем к вольерам с животными Посмотрим, какие там зубры, лоси И ежи с ними Итак, вместо посещения вольеров Которые мы и так сбоку уже увидели И раньше смотрели Решили посетить музей природы Но не совсем так, чтобы посетить А половину О, пошли быстрее А здесь парочку Здесь парочку Каких-нибудь сувенирчиков И убегаем от этой делегации Их там очень много Алексей говорит, что он очень богатый Зажиточный крестьянин из Украины Поэтому он может позволить себе купить всё, что здесь есть Ну что, как вам Белодежская пуща? Замечательно Точно? А ещё раз приедете? Да Когда? Зимой Зимой? И вы зимой? И мы зимой На лыжах? Украина Украина Украину Поllizя Постали Субтитры создавал DimaTorzok Где-то тут, где-то там Нас не спасут Кто-то должен поверить слезам Без ожиданий Выкинув время, цитадель Без объяснений и оправданий Пуля находит свою цель Брестская крепость Спасибо за смелость Спасибо за верность до конца Вот и стали твои слезы Словно пули из свинца Некуда бежать Некуда скрыться Некого прощать Некому молиться Кресты все повалены Храмы разрушены И все, чем могли мы Обороняясь Это наши души Наши души Брестская крепость Спасибо за смелость, спасибо за верность до конца Вот и стали твои слезы словно пули из свинца Где-то тут, где-то там Где-то тут, где-то там Где-то тут, где-то там Что за наказ? Читай Потом Суть в том, что в день, в последнюю минуту дня, то есть когда садится солнце, приходит фонарщик и зажигает вот эти вот фонари Вот эти? Нет, вот эти Он подходит, ставит лестницу на вот эти вот перекладину Где-то вдали Где-то вдали Стоят они Людям сбиться с пути Ночные спутники вы Помоги Стоят Здесь люди не пуганы Они ходят по велодорожкам Да, между прочим В Бресте тоже они есть Но люди просто еще не в курсе, что по ним нельзя ходить Поэтому такие вот самоубийцы В Бресте есть велодорожки, это хорошо А то, что они вот на дорогах заканчиваются вот таким Где придется Ну, в общем, короче говоря, тупо Я не понимаю смысла тогда было ставить знаки Здесь велодорожка, там и все такое Если она для этого непредсказована Ура! Мы наконец-то выехали из этого Бреста Это Брест, это город, который не приспособлен Несмотря на наличие велодорожек Движение по нему на велосипедах Так что помните об этом Все, а мы поехали ночевать Красный день календаря 23 июня А почему у нас сегодня красный день календаря? У нас сегодня что? Что у нас сегодня за день недели? А ну вспоминай Понедельник? Какой понедельник? Вторник? Ну суббота же сегодня у нас Суббота? Да, сегодня выходной наконец-то А что, смотрите, погода сегодня дала выходной Сегодня тепло, ночью было спать вообще прекрасно Только ехать нам все равно Сегодня мы пересекаем границу Ну прям праздник, домой возвращаемся Возвращаемся домой, короче все Сегодня желто-блокитный я бы сказал день Стоим мы где-то возле хверми А там вон фермочка Там молочко можно взять А вот там с этой стороны Десь там пасека стоит Там меду возьмемо Наїмося оце Складемося И на границу поедемося А как тут птички спевают? Йо-моё В 4 утра мне уже не давали спать Так хорошо Внимание, внимание Внимание, внимание Мы установили связь с Украиной через спутник Мы установили связь с Украиной через спутник Украинская таможня дает добро Украинская таможня дает добро Мы едем в Украину Мы едем в Украину Повторяю Мы едем в Украину Да, да Что дай? А ты кушать-то будешь? Буду кушать Слушай, а я кушать будешь? И ты будешь. Слушай, мы что, все кушать будем? И вы будете кушать? Мы уже поедем. Блин, они уже поедем. Вот они едут в Украину, а мы не едем в Украину, потому что мы еще не покушали. Мы исправим. Ну ничего, мы исправим эту ситуацию, и мы все равно поедем в Украину. Ура! Я законтрабандил две банки тушенки. Вот. Встречайте контрабасов с Белоруссией. Так, а вон еще одни. Беженцы из Белоруссии. Смотрите на них. Беженцы едем на родину. На какую родину? Вы, наверное, уже забыли, как ваша родина называется. Страна ваша. Помним, помним, Украина. Украина. Ладно, едем на украинскую таможню. Украина вперед. О-у-о! Украина вперед. О-у-о! Украина, давай! О-у-о! Украина вперед. О-у-о! Перемай! Итак, после пересечения границы мы решили закончить наш велопоход отдыхом на Шацких озерах. Озеро Свитязь. Самое глубокое озеро Украины. Правильно. Посмотрите, насколько мы уже отошли от берега. И продолжаем, судя по всему. Говорят, 57 метров глубина. Будем искать. Будем искать. Будем искать. Так, прошло 150 метров. Да, где-то так. А мы все идем. А мы все идем. И воды только по поясу. Смотрите, не верите, он реально 150 метров. Видите, где уже берег далеко. На хвилях Свитязя мы не прощаем мост. На хвилях Свитязя мы зустричаем. Что вы можете сказать по поводу отдыха на Шацких озерах и глубине этого озера? Действительно, самое глубокое. Там уже глубоко, да? Да, тут он стаи рыб. Стаи рыб. Вот мы наконец-то пришли. Это полтавская пивость. Мы пришли, мы покупались. Алексей, мы покупались. Молодцы, я вас поздравляю. А Алексей оставался на охране. На охране. А водичка супер. Только идти далеко приходилось. Наверное, метров 300. Пока дошли. Вот. Это наши палаточки. Тут стоят, бачте. Это в таком мы разместились в кемпинговом лесу. Здесь много еще людей. Некоторые тут живут понедельно, помесячно. А мы только посуточно. На больше у нас денег не хватило. Стоимость проживания здесь стоит 10 гривен со мной палаткой. Все уже уплачено. Можете спать спокойно. Все. Спасибо тебе большое, Алексей. Родина тебя не забудет, но и не вспомнит. Родина тебя не забудет, но и не вспомнит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова На земле единственный Градимый мой Моя Беларусь Я люблю тебя Моя Беларусь Милая моя Сердце отцепляется Каждого из нас Беларусь красавица Наступил тот час Моя Беларусь Моя Беларусь